Всем привет! Недавно была выпущена версия GTO Base 1.16 и сейчас пройдемся по функциям, которые были добавлены в этой версии. Сперва пойдем посмотрим новую библиотеку, которая у нас была добавлена. Это библиотеки для МТТ, библиотеки для 8 макс и 9 макс столов. В 9 макс столах добавлено 15, 17, 20, 25, 30 блайндов. На данный момент есть постфлоп вьювер для стеков с 15 по 25, а для библиотеки 30 и 8 макс. У нас сейчас готовится постфлоп вьювер, но есть возможность посмотреть только при флоп на данном этапе. Каким образом это работает? То есть мы открываем здесь 9 макс или 8 макс, к примеру, нас интересует 25 ББ и мы хотим посмотреть стратегию МП против, допустим, ББ. То есть нас все выбрасывают до ББ и ББ играет кол. То есть мы выбираем, выбираем нужный намборд. И теперь мы можем посмотреть стратегию на постфлопе для наших позиций. То есть мы видим, у нас здесь большое количество сайзингов задано как для МП, так и для ББ, что является очень удобным для тех, кто предпочитает сбалансированную стратегию. И, соответственно, и теперь заодно на примере этой библиотеки мы рассмотрим те функции, которые были добавлены дополнительно в GTO Base. А теперь во Viewer есть возможность переключения между стратегией, рейнджом. То есть вы можете посмотреть, какой процент рук у вас выходит. EV, то есть где мы можем посмотреть EV каждой руки у нас. И, соответственно, equity рук против диапазона оппонента. Также была добавлена возможность задавать настройки для цветов, для equity, для EV и для рейнджа. Это идет все в общих настройках тем. И есть возможность теперь переключаться на режим для одного оппонента, одного игрока или двух игроков обзора. То есть теперь мы можем посмотреть и сравнить стратегию двух рейнджей. И в данной стратегии также у нас будет доступен, точнее у нас будет доступен фильтр equity, где мы можем смотреть equity руки против диапазона как одной позиции, так и другой. Смотрите рейндж, то есть каких рук у кого больше. Если мы возьмем на примере данного спота, где у нас слева будет MP, справа у нас будет BB. Мы можем переключиться в комбинации и посмотреть, у кого будет перевес по нацам на доске 10.8.4. То есть мы видим, что у MP в таком случае есть допера, но их в принципе довольно-таки мало. Есть оверпары 24 комбинации, а есть 33 комбинации топ пар. И остальные руки это третьи пары, а хай, король хай, нас, которых в принципе тоже достаточно. То есть процентом соотношения от рейнджа мы видим, что рейндж довольно-таки полярный. И при этом, если мы рассмотрим стратегию BB и рейндж BB, то мы видим, что у BB довольно-таки мало нацов, только есть допера 12 комбинаций и, соответственно, топ пара 7-7 комбинаций. Но больше всего у нас здесь вторых-третьих пар, то есть более линейный рейндж, да. Король х и нас их довольно-таки много, тузыксы слабые тоже присутствуют. Единственное, что еще у нас у МП в данном случае есть соты, которых нет у BB, потому что четверок-восьмерок у него здесь попадает, в принципе, в этот борт довольно-таки мало. Соответственно, если нас интересуют теки, те определенные руки, то также переключаем, смотрим. И можно отдельно посмотреть по дро, как распределяется дро, то есть сколько комбинаций в SD отчетах и бэкдоров или полностью трэш рук, все эти фильтры включаемые, то есть мы можем любой из них оставить, отключить. Если нам нужно выключить все, а оставить некоторые, да, то, пожалуйста, нажимаем на дро и включаем те, которые нам нужны. В этой версии были изменены отчеты для тернов, соответственно, и отчеты для флопов. К примеру, если мы откроем сейчас отчеты для флопа для стратегии МП, они прогружаются, то мы видим, что у нас сверху появилась вкладка Комбо, а у нас появилась вкладка Дро, где мы можем нажать на данную вкладку, произойдет переключение и посмотреть, какой процент антренжа составляют данные категории рук. Да, то есть если мы возьмем, к примеру, какой-нибудь борт AX, давайте зададим AX борт, вот мы видим борт Туз-32 или вот Туз-32 флэш-дро, пока открывать не будем, и видим, что на данном борде у нас 1% это сеты, 2% антренжа это топоры, ой, допера, топоры составляют 29%, антропоры составляют 22% и нас составляют 45%. При этом мы сразу же можем посмотреть, как каждая категория рук играется, что очень удобно, то есть мы видим, что на сентху играется у нас, половина уранжа играется маленьким сайзингом, а остальная половина практически, наверное, 40% от остатка играется через средний сайзинг, да, и при этом дальше, если мы посмотрим, у нас есть на сентх, который играется через увеличенный сайз. На этом примере у нас выбрана стратегия BB, да, потому что у нас внизу отображается действие, это колорейс до 6, до 7, до 8, если нас интересует именно стратегия MP, то мы переключаем верху на MP, либо же возвращаемся на ту улицу, когда у нас MP делает действие, нажимаем на отчет, и в таком случае мы видим, что у нас теперь отображается стратегия, соответственно, для MP, и можно открыть текст какой-нибудь тускролль-борд, к примеру, там тускролль, опять флэш-дро, да, и мы видим, что MP тут чекает, а 10%, бета 13, бета 1, 13, бета 1, 84, 1,92, наиболее частые беты это 2,79 и 3,74, да, то есть между 2,3 и 3,25 у нас будет бет, соответственно, если у нас банк на данном месте для 5,58, то 2,79 у нас там полпота, а вот полпота до 3,75, в принципе, будет стратегия, потому что на данной текстуре перевес будет, конечно же, у MP, так как больше таких рук он будет открывать. Следующие функции, которые были еще добавлены, это отчеты терна, в которых теперь можно выбрать и посмотреть не только стратегии, но и сформировать отчет по EW и по Equity. Для этого нажимаем на отчет, мы видим теперь, что у нас, помимо наших стратегий по различным роноутам, слева добавляются вкладки MP, Equity, BB, Equity, MP, BB, BB, BB. То есть мы можем посмотреть Equity диапазона MP по различным роноутам, сравнить с BB, да, то есть мы можем отдельно посмотреть там BB Equity, мы можем смотреть EV диапазона, то есть мы видим, что MP проседает по роноутам терна, шестерки, семерки, то есть те роноуты, где у нас у BB закрывается довольно-таки много стритов, доперов средних рук, да, и, естественно, для BB лучший роноут это шестерки, семерки, пятерки, где их EV будут расти, и все остальные хуже, да, то есть чем более красный цвет, тем как бы роноут для игрока становится хуже, да, то есть мы видим, что туз пиковый минус 3,22, туз червовый минус 3,36, то есть прям, а на тех, там туз червовый минус 3,36 связано с тем, что у нас у BB не идут никакие бэкдоры, и играть по терну оппоненту на BB будет крайне сложно против ренджа MP. Следующая функция добавлена для HeadZap.nt библиотеки, это возможность смотреть репорты, а для этого переходим в вкладку Hands, слева выбираем HeadZap.nt, здесь у нас HeadZap.nt библиотека, и вверху переключаем на Reports. И у нас открываются репорты для Preflop, Limp-потов, Race-потов и Zap-потов, 3-bet-потов, то есть, которые мы можем посмотреть и, соответственно, проанализировать, точно так же, как и в Spinning Go библиотеке. И теперь перейдем к обновлениям тренажера. В тренажере выбираем любой спот для теста, и переходим к функциям, которые были добавлены здесь. А сейчас у нас переключение вкладок ренджа возможно как на EV и на Equity, то есть, мы можем теперь смотреть не только рендж, а, допустим, но и Эквити, к примеру, если мы там играем в спот, выходим на флоп, ну, допустим, сейчас откроем ситуацию, где у нас будет постфлоп, мы играем Open, оппонент выбрасывает, ok. Пока играем, то есть, у нас, смотрим, другие функции, это был изменен цвет, не цвет, а размер кнопок, да, то есть, соответственно, сейчас все кнопки были увеличены, то есть, ваши, в принципе, карты были увеличены, то есть, столб был увеличен, пока нам не понятно, не особо дает посмотреть постфлоп, чтобы оценить новые функции, ну, окей, когда-нибудь мы его дождемся. Вот, мы выходим на постфлоп, и теперь мы видим, что у нас доска валет 5-8 король, у нас рука валет 5, мы играем в позиции с СБ, и что мы можем глянуть, то есть, если раньше у нас был только возможность увидеть процент наших рук, и сейчас мы можем посмотреть, да, там процент вилья на рук, то теперь, а можем переключить точно так же и посмотреть EV, да, и, соответственно, equity. То есть, какой equity здесь имеет руки оппонента, да, и, соответственно, наши руки. По желанию многих игроков была добавлена функция выбора рандомайзера, точнее, даже не выбора, а включения, то есть, здесь есть кубик, который вы можете нажать, и, соответственно, он покрутится и задаст вам нужное число. То есть, можно накликать его, и он покажет там, покрутится долго, то есть, при двойном клике он, в принципе, у нас может иногда останавливаться, может прокручиваться долго, то есть, тут уже по вашему желанию. И, соответственно, теперь мы, к примеру, поставили конбет, оппонент играет колл, а на терне играет чек, мы играем, допустим, увеличенный бет, и мы видим, что нам здесь выдает ошибку, потому что наш бет 6-0, и есть теперь возможность переиграть эту раздачу. У нас есть кнопочка Replay Hand, и теперь эта раздача у нас добавляется как новая, которую мы можем переиграть заново. И появилась еще одна функция, это подсказка, то есть, если мы не уверены в том, как мы здесь можем играть, то с этой рукой или хотим помощь зала, мы нажимаем на лампочку, и мы видим, что с данной рукой мы играем Fold 0%, Limb мы играем 62%, Race 2WB, то есть 38% и Fall In 0. Когда нам нужно убрать подсказку, соответственно, нажимаем еще раз на эту кнопку. Также в приложении были выбраны и изменены некоторые шрифты, то есть выбраны теперь более комфортные для глаз, для пользователей. На данный момент, что касаемо версии 1.16, это мы обсудили все обновления, в скором времени будем выкладывать следующие обновления, и также будем писать анонс, обзоры на эти обновления. Спасибо, что остаетесь с нами, всем спасибо. Если у вас есть пожелания по улучшению функционала GTO Base, пожалуйста, пишите в нашем канале в Discord, вы можете нажать вверху на кнопочку Discord и перейти на наш канал. Всем спасибо, всего доброго. Продолжение следует...